дорогие друзья мы продолжаем изучение книги рамбама книги знания законы черта характера и в частности законы помогающие сохранить здоровье и сегодня продолжение четвертой главы 17 раздел говорит что человек должен стараться чтобы его стул был всегда слаб несколько ближе к поносу и это один из но из основополагающих законов врачебного искусства когда стул задерживается или человек страдает от запора появляется не дай бог многочисленные заболевания 18 пункт как смешить смягчить тугой стул если речь идет о молодом человеке должен есть рано утром вареную разновидность лебеды написано что это не соленье как принято считать приправленную оливковым маслом рассолом и солью без хлеба или пить отвар листовой свеклы или съесть капусты с маслом и солью запивая рассолом если о пожилом человек идет речь пусть выпьет утром меда разведенного горячей водой затем подождет около четырех часов а затем приступит к трапезе это нужно сделать ежедневно в течение трех или четырех дней по необходимости пока стул не станет мягким 19 пункт и еще один закон известен науке о здоровье тело все время пока человек физически трудится и сильно устает и не наедается и стул его расслаблен не постигнут его болезни и сила идет в рост даже если он ест вредную пищу роман пишет что небольшое количество вредной пищи наносит меньше вред чем излишество полезных продуктов видеть а вот кто живет беззаботно не трудится кто задерживает естественное отправление тот у кого тугой стул даже если едят полезную пищу и следят за собой по всем правилам врачебной науки всю свою жизнь не дай бог будут болеть и силы будут их покидать и плохо прожеванная пища для тела любого человека словно яд это причина многих заболеваний двадцатый пункт большинство заболеваний постигающих человека последствия вредной пищи или того что человек наедается до отвала даже если сама пища полезна об этом сказал шлома в мудрости своей хранишь уста свои язык свой хранишь от бед души свою то есть храни уста свои от вредной пищи или от сытости и язык свой от произнесения ненужных вещей двадцать первый пункт как мыться человек должен посещать баню раз в неделю но это были законы тех времен когда это было так сложно у нас есть возможность поделать чаще и пусть не делает это непосредственно после еды или когда голоде и тогда когда пища начнет усваиваться организмом и пусть моет все тело горячей водой но не обжигающей и только голову можно мыть обжигающей водой после этого пусть ополоснется водой похолоднее затем еще холоднее пока не ополоснется прохладной водой и ни в коем случае не остуженная непрохладная вода не должна попасть на голову нельзя мыться холодной водой в сезон дождей и нельзя мыться так чтобы вспотеть или чтобы кожа покраснела нельзя мыться долго как только тело покроется потом и покраснеет пусть ополоснется и выйдет 22 пункт следует проверить себя перед посещением бани и после нее не нужно ли опорожниться и так проверяет человек себя всегда до еды после еды до совокупления после совокупления перед физическими упражнениями после них перед сном и после пробуждения всего десять раз 23 пункт когда человек выходит из бани пусть оденется и покроет голову в наружном помещении чтобы не продуло в холодный ветер даже в летнее время нужно этого остерегаться в пояснении скажем что после горячей бани легко простудиться пусть подождет пока после выхода пока не успокоится и не отдохнет его тело пока не остынет кожа и тогда можно приступить к принятию пищи и если поспал немного после бани прежде чем начал есть это очень хорошо 24 пункт нельзя пить холодную воду едва выйдя из бани не говоря уже о том что нельзя пить в бане тут написано что выпив холодной воды сразу после бани тем более в самой бани можно застудить почки тот же кто очень хочет пить выходя из бани и не может удержаться пусть разведет воду вином или медом и вода пьет и если умастился маслом после ополаскивания в сезон дождей то это полезно не следует приучать себя к регулярному кровопусканию не следует вообще оттворять кровь без особой нужды нельзя делать это зимой и летом а только весной и осенью а после 50 лет кровопускание вообще противопоказано нельзя делать крупку с кровопускания если в этот же день человек собирается в баню и нельзя делать кровопускание когда предстоит дорога и нельзя после возвращения с дороги вот что-то голос немножко сел чтобы выпить глоточек воды есть и пить в день кровопускание нужно меньше чем обычно в тот день нужно отдыхать не делать физических упражнений и не гулять пункт 26 мужское семя это сила тела и жизнь его и свет его очей поэтому если она выделяется слишком обильно тело изнашивается и сила его ослабевает и жизнь уходит об этом сказал шлома в мудрости своей не отдавай женщинам силы своей и пути твои гибели цари 27 пункт тот кто злоупотребляет половой жизнью рано стареет становится дряхлым глаза его слабеют изо рта из подмышек идет дурной запах волосы на голове брови ресницы выпадают а в бороде подмышками на ногах разрастаются у него выпадают зубы появляется множество других проблем со здоровьем сказали ученые врачи один из тысячи умирает от прочих болезней а тысяча от злоупотребления половой жизнью поэтому человек должен относиться к этому с осторожностью если должен относиться к осторожно если хочет пить правильно совокупляться можно только тогда только когда тело совершенно здорово и сильно и только тому у кого часто бывает непроизвольная эрекция которая сохраняется даже когда он пытается отвлечься он ощущает тяжесть в чреслах и нижние напряжения в придатках тестикул температура его тела повышена в таком состоянии совокупление необходимо даже с медицинской точки зрения двадцать девятый пункт нельзя совокупляться сразу после еды на голодный желудок а можно тогда когда пища усвоится организмом но и после этого следует проявить себя не нужно ли опорожниться нельзя совокупляться стоя или сидя нельзя это делать в бане или в день посещения бани нельзя совокупляться в день кровопускания в преддверии дороги или после возвращения с дороги ни до того ни после 30 пункт каждому кто ведет себя в соответствии с описанными выше правилами я могу обещать что не постигнет его болезнь во все дни его жизни до глубокой старости и скончается ни разу не обратившись к врачу и тело его останется до конца жизни совершенным как изначально разве что были у него врожденные заболевания или в райной юности он вел нездоровый образ жизни и стал жертвой эпидемии 31 пункт все выше описанные законы правильного поведения стоит выполнять только здоровым людям но больным даже тем у кого поврежден только один из органов и тем кто долгое время вел неправильный образ жизни каждому из них следует вести себя особым образом в соответствии с заболеваниями как это описано медицинских книгах нарушение уклада жизни начала заболеваний 32 пункт если в каком-то месте нет врача то как здоровому так и больному не стоит отступать от указаний данных в этой книге потому что каждый из них в конечном счете полезно 33 пункт запрещено ученику мудрецов жить там где нет 10 вещей перечисленных ниже а именно врача рамбам полагает здесь что здоровым людям врач необходим не меньше чем больным например фельдшера тут написано что имеется ввиду цирюльник скорее или пускавший кровь или удаяющие зубы обрезающий детей и выполняющий прочие мелкие операции отхожего место постоянного источника воды например реки или родника синагоги учителя малых детей писаря в чьи обязанности входило также составление финансовых документов и брачных контрактов сборщика пожертвований здесь написано в оригинальной цитате что пожертвований собирают двое распределяют трое и еврейского суда полномоченного приговаривать к телесным наказаниям и заключать под стражу на этом закончили четвертую главу законов о чертах характера всех благословений и будьте здоровы спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!